Мы сейчас с мамочкой завтракаем, нам Лорензе принес по кофе из Starbucks и на завтрак чизкейк с моего дня рождения. На пуантах в пачке белой танцы кружатся умело. Господи, я как будто в Доме-2 нахожусь, везде камеры зубно наблюдают. Ты сколько лет смотрела Дом-2, видишь, визуализация была. Всем огромный привет, добро пожаловать на новый влог. Я сейчас вам хочу показать чистый калифорнийский фургончик Volkswagen. Когда их вижу, мне напоминает фильм Lost сразу. Помнишь, они когда попали в 50-е годы, они вот на таком гоняли. Там такой же фургон был, один ладь. А мы идем гулять. Калифорнийские девчонки гуляют под пальмами, блондинки. И смотрите, вот это гей-бар, и возле него зебру сделали худейским флагом. Тут в Калифорнии все очень демократично во всех вопросах. Не ошибешься, короче. Мимо не пройдешь. Всех примет в Калифорнии. Я имею в виду, мимо гей-бара не пройдешь. Мимо гей-бара не пройдешь. Если кому надо, да. Зебру подскажешь. Хочешь, тебя сфоткаю здесь. Не хочешь? Раньше здесь были черные пальмы, и потом через какое-то время их перекрасили на белые. Или это фотообои? Нет, это сделали фотообои. Раньше это была краска. Потому что то вандалы, вот эти, например, вандалы. Ай-яй-яй. Кто-нибудь там что-то распишет, и каждый раз это перекрашивает, перерисовывает. Проще наклеить. Маме очень понравились мои духи. Сантал 33, и она решила за мной повторить, как обычно. И идет... В смысле, как обычно? Потому что Шанель ты моим пользовалась. Ну, в смысле, тебе понравились мои Шанели, ты потом такими же пользовалась. И сейчас она идет в Ла-Ламбо, чтобы купить себе тоже Сантал. Может, мне какой-то другой? Сейчас зашли в местный, очень модный магазин одежды. И здесь Леопард. Так что здесь это тоже все в тренде. Еще один Леопард. Смотрите, какие высокие и тонкие пальмы. И мама удивляется, что они не ломаются под ветром. Потому что есть такие более толстые пальмы, они намного ниже. А есть высоченные, тоненькие. Они стоят, и им ничего не делается. Береза, наша живет. Ой, береза. А может, это правда наша живет? Ну, скорее всего. Эй, земляки! Тук-тук, откройте. Калифорнийские девчонки решили скушать суши. И мы это делаем на крыше с прекрасным видом. Мама, ты рада? Да, очень рада. Мама молилась о рыбе, и вот я и купила суши с рыбой. С печеной. Смотри, видишь, сколько лодочек? Они все плавают. Видишь, как круто? Ммм. Смотри, а видишь, в далеке в океане, сколько корабликов там вот видно? Парусы. Красиво, да? Видишь, мама, тебе дочь и привезла. Куда? Да. Не хухры-мухры. Не хухры-мухры. Все, давай. Всем доброе утро. Наступил новый день. И мы с мамой опять кушаем тортик уже сколько дней. Сколько дней подряд. Да, наедаем бока. Наедаем. На зиму. Запас. Запасаемся. Да, мы взяли кофе. У нас на втором этаже есть кофемашина. Там можно взять бесплатный кофе. Это что мы сделали. И сейчас полезем в джакузи. Стой, я пошла плавилась, мама. Ну, давай. Ты что, не хочешь? Ну, сейчас. Трусы не свалили. It's so cold. I can't if we weren't in a picture. Нет. Соберем. Окей. Ты там затяни на этих-то. На бачках. Ты хорошо плаваешь, е-мая. Ты еще и на спине умеешь? А? Что? Что такая коза? Ты еще и на спине умеешь? Я так не умею. Все, слышь, что? Пошли в джакузи. А мама не умеет плавать. Вообще пипец. Как это получилось, что так паутиннику не научилась плавать? Да? Кобз, да. Ну, в смысле, ужас. Афарадита и персты. Представляете, это исторический момент. Мама первый раз в жизни в джакузи. Да не где-нибудь, а в Америке. И в Америке в джакузи. Обалдеть. Я очень плевая вообще. Ты довольна, мамочка? Да. Привезла дочь у тебя. У нас такой комплекс, он очень похож на отель. Здесь очень все здорово сделано, все очень качественно. И мне что очень нравится, что мало народу. В основном люди здесь особо не тусуются. Так что всегда очень спокойненько. Главное, чтобы мама была довольна. Мама довольна. Мама довольна. Отлично. Надо почаще. Надо. Радовать. Надо почаще радовать. Привозить. Привозить. Я тебе предлагала на Новый год. Ты что-то как-то носом повертела. Еще и выображает. Мне нравится твой купальник. Американка. Покажи. Вот. Экшн идет? Экшн идет? Давай, показывай купальник. Прикольный купальник. Прям Америка. Американочка. И просты. Разобитно. Ну да. Даша, тебе нравится место, где ты живешь? Да. У тебя на лучшее место. Малдеешь, да? Поэтому Лорензе работает. В Коте лица вчера пришел очень поздно. Потому что работал. Сегодня со сранья его подняла. Сегодня мы просто... Да, рано. С утра подняла. В смысле сранья? В смысле ранье? Да. Сранье, а не сранье. Ну я говорю... Не было, может это... Ну не будем вдаваться, ладно? Великий и могучий русский язык. Я поэтому обожаю русский язык. Я его люблю намного больше, чем английский. Ну потому что вот такая простая фраза, как несколько может вариком быть. Да, такое в английском не скажешь. И хрен объяснишь американцу перевод. И не объяснишь, он не поймет. Да. Что значит состраняем. Поэтому как братья 2, там типа... В чем смысл жизни американец? Вот скажи мне, американец. В чем сила? Надо будет пересмотреть Бра-2. Посмотри, прикольный фильм. Я посмотрела уже у взрослых фильмов. Именно Бра-2, да, про Америку? Первый, ну чтобы... Не, первый не. Навидела я его. Там первый классный тоже. Я посмотрела первый и второй. Потому что там какие-то есть переклички с первым. Второй, чем прикольно, что он приехал в США. Ну да, вот про Америку. И вот именно как он там как-то на машине ехал, его бандиты поджидали. Короче, прикольный фильм. Понятно, я его в детстве смотрела и ничего не поняла. Когда я посмотрела его в жизни, ну когда уже было... Посоль на область. Да, когда посмотрела уже... Взросла. Мне было, по-моему, 24. Я все поняла. Ну все, пойдем уже замолоть. Забрали кендал из школы, вышли на прогулку. А, смотри, какие тыковки прикольные. Тяжелые, попробую от дыны. Ну это как прям такие капитальные. Туда можно свечку вставить, и она будет так прикольно гореть. Вот смотрите, вот этот супермаркет, и рядом с ним стоит на парковке заряжалка, и кто-то заряжает свою Теслу, электрокар. Но здесь можно не только Теслу заряжать, здесь можно любую. Скоро мы пойдем в магазин, посвященный Хэллоуину. Я вам покажу, что они продают, какие костюмы, и вообще то, как они готовятся. Потому что уже с какого-то там августа, с конца августа, они уже начали выкладывать весь, все атрибуты хэллоуиновские. Ты же никогда не видела столько хэллоуиновских штук? Нет. Сейчас пришли на ланч. Калифорнийская жизнь. Смотрите, сколько людей. У всех перерыв обеденный. Не факт. Не факт, а не факт, да. Они выскочили на полчасика на обед, ага, сейчас. Мы взяли в Светгрине по салатику. У меня шуру маме, у мамы фиш тако. Мне мама говорит, господи, кем же все эти люди работают, что они могут позволить себе вот эту жизнь? Потому что в одно кафе зайдешь, там 25 долларов, в магазин зайдешь 40 долларов. Туда там еще где-то... В общем, каждый какой-то поход из дома тебе стоит денег. Приличные деньги. Особенно переведя их на... Да. Приличные цифры получаются. И каждый раз мама удивляется, господи, кем они все работают. Особенно, когда мы приходим средь белой дня куда-то, и куча народа сидит, как бы ничего не делает. Мы сейчас были на почте, было очень много людей на почте, огромная очередь. И мне мама говорит, Никто не работает в Калифорнии. Да, тем они не работают, тем они не работают. Блогеры. Баба Лена на службе. Смотрю, глядю, люлей получила уже от нее. Джо, что она сделала? Она швыряла в меня пюре, у меня все волосы были уделаны. О, господи. Кидала кукулечками, ара, она все... Короче, я привлекла... Воспитание очень плохое, да? Да, вообще, бедно. К моей персоне привлекла внимание всех вот этих людей. Не отругаешь, потому что я под наблюдением американским. Смотрите, сзади меня океан. На лодке кто-то едет, на яхте. И мама сейчас, у нас торжественный момент. Мама будет мочить впервые в жизни ножки в океане, в океанической воде. Ну, как тебе? Холодная. Ну, да. У нас здесь на крыше можно жарить барбекю. И вот один жилет дома пришел делать себе ужин. Кэндалл его хочет помешать. Все проконтролировала? Все проверила? Индепендент. Убежала. Сама вырвала из рук и убежала. Акшн пошел. В общем, ели мы ели торт. В итоге половина осталась. И чтобы он не пропал, я сейчас буду его замораживать. Это мой лайфхак. И когда ко мне придут в гости, у меня всегда будет что-то к чаю. Так что приходите в гости. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новом влоге. Мама там тоже будет. И всем пока-пока. Закрыть камеру. Играть. Это такой аналог пряничного домика, который американцы собирают к Рождеству. Мама сказала, прочитай инструкцию, чтобы не тупить. Те руки в шоколаде. Домик на курьих ножках. Да капец. Мне кажется, хоть клей, хоть не клей. Ни хрена не держится. Слуиновская классика. Редактор субтитров А.Семкин